Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – Великая Отечественная война в творчестве кубанских композиторов. Сегодня я вас хочу познакомить с композитором, который прошёл Великую Отечественную войну, для которого война не просто картинка какая-то или рассказ, а для которого война – это частица его жизни. Фамилия его – Пономарёв Виктор Дмитриевич. Виктор Дмитриевич родился 24 сентября 1922 года в городе Краснодаре, Краснодарского края. Он окончил среднюю общеобразовательную школу в 18 лет и мечтал учиться дальше, получать образование. Но в 1941 году началась война, и нашему композитору пришлось идти на войну добровольцам, как и многим ребятам. Пришлось забыть о музыке, забыть даже, как играть на музыкальном инструменте. Война изменила не только самого Пономарёва, но и его характер. После окончания войны наш композитор служит в Германии неподалёку от Берлина. Он играет в музыкальном оркестре военном, и вот музыка снова рядом с ним. Он заново начинает вспоминать, как играть на музыкальных инструментах, начинает вспоминать, как правильно нужно писать музыку, какие нужно подбирать слова и как сочинять. Потому что во время войны ему пришлось всё забыть, как и многим ребятам. Однажды, когда к нашему композитору пришли журналисты и спросили его, что для вас война, я хочу вам зачитать, что он сказал. Он сказал, «Любовь к родине – понятие конкретное, а не отвлечённое и абстрактное. В далёкие фронтовые дни, когда я нередко мысленно обращался к мирному довоенному времени, конечно же, вспоминал родину. На память приходила и своя улица, свой дом, берёзка в глубине двора. Конечно же, вспоминал родных – маму, братьев, своих учителей, друзей. Одним словом, вспоминал тех, кто являлся частицей малой Родины, за которую рисковал жизнью, испытал все тяготы войны. Годы тяжких испытаний помогло нашему композитору, во-первых, научиться быть быстрым, потому что во время войны нужно было быть быстрым. Если бы не его быстрота, скорость, он бы не выжил. Он научился также ценить друзей, ценить дружбу, доверять своим товарищам и вообще научился любить свою Родину. После окончания войны наш композитор очень много пишет произведений на военную тему. И у него появляется авторский сборник, в котором 27 произведений его. Назвал он свой сборник «Майская радуга». И одно из самых любимых его произведений называется «Белые ромашки». В этом произведении, конечно, автор попытался для людей, для слушателей написать таким образом музыку, чтобы они могли представить эпизоды из войны. В начале его музыки он рассказывает своей музыкой о том, как начиналась война. Во второй части он пытается показать слушателю о том, как проходила война. И в конце немножко представить, какая же красивая наша Родина. Слова придумал к этой музыке Борисов. Они вдвоем создали великолепное произведение. Зрителю, исполнителю, который исполнял данное произведение, нравилось не то, как написано это произведение, не слова, а то, как наш композитор смог с помощью своей музыки затронуть душу человека. Потому что человек, слушающий данную музыку, не может спокойной душой прослушать это произведение и забыть. Потому что «Белые ромашки» оставляют большой след в сердце человека. Появляются сразу слезы. Ты представляешь картинку войны. И, конечно, война – это страшно. Вторым произведением, Пономарев говорил, что это произведение для него, конечно, огромное. Называлось оно «Дорога отцов». Слова к этому произведению были написаны Крыловым. Впервые это произведение исполнил оркестр Краснодарского музыкального училища имени Римского Корсакова. На своем произведении он рассказывает о казаках, о запорожских казаках, о том, как начиналась война, как наши казаки пытались защитить наш Краснодарский край. А вторую часть он называет «Жестокий поток». В этой части он раскрывает эпизоды самой войны, жестокой и несправедливой. Третья часть называется «Родина». В третьей части наш композитор пытается донести до человека о том, что наша Родина на самом деле очень красивая. Это наше время. что она красива своей природой, своей красотой, что она очень уютная и в ней живут хорошие люди. В 2003 году наш композитор на 1981 году жизни умирает, оставляет за собой огромное количество произведений. Он талантливый композитор. Для народа он был не только композитором, но также и педагогом. Он научил писать музыку у многих еще своих учеников. Он был музыковедом и заслуженным артистом, композитором нашей Родины и искусства. Сейчас я хочу, чтобы вы прослушали произведение Пономарева, которое называется «Белые ромашки». И поняли, насколько трогательно это произведение и насколько оно красиво. А я с вами прощаюсь. Наш урок подошел к концу. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...